здравствуйте в этом видео будем менять пароль срок действия которого истек сделаем это как вовремя так и в случае если пользователь забыл сменить пароль и windows отказывается впускать его в компьютер кроме того сделаем настройку позволяющую сделать пароль вечным приступаем когда пользователь использует локальную учетную запись для входа в компьютер с Windows он может иногда видеть уведомление о том что рекомендуется изменить пароль в Windows 10 оно выглядит вот так это сообщение может появиться даже если вы входите в компьютер без пароля как видите здесь написано что срок действия пароля истекает завтра нам предлагают изменить пароль и для этого нажать комбинацию клавиш Ctrl-Alt-Delete давайте представим что я образцовый пользователь и сразу решил изменить пароль не дожидаясь завтрашнего дня нажимаю Ctrl-Alt-Delete при этом появляется окно которое называется Winlogan здесь есть кнопка изменить пароль нажимаю открылась форма сменить пароль до сегодняшнего дня я входил в Windows без пароля тем не менее мне все равно предложили его сменить логично предположить что я и дальше хочу входить в компьютер без пароля что нужно сделать в этой ситуации в этой ситуации оставляем все поля без изменений и просто нажимаем на стрелку чтобы войти Windows написал что пароль изменен не будем цепляться за эту фразу ведь на самом деле я ничего не менял главное что при нажатии на кнопку ОК меня впустили в учетную запись теперь я снова могу входить в компьютер без пароля вариант 2 до сегодняшнего дня я входил компьютер с паролем локальной учетной записи мне предложили его изменить я нажимаю комбинацию клавиш ctrl-alt-delete и в этом окне нажимаю изменить пароль появилась форма в которой мне сначала нужно ввести мой пароль который я использовал до сегодняшнего дня теперь этот пароль становится старым ввожу его в это поле теперь нужно придумать и напечатать новый пароль в поле новый пароль и этот же новый пароль напечатать в поле подтверждения пароля внимание если вы хотите и дальше использовать свой старый пароль то вы можете во все три поля напечатать один и тот же старый пароль тот который использовали до сегодняшнего дня при этом не будет ошибки после того как все поля заполнены нажимаю на стрелку пароль изменен и я вошел в учетную запись с этого момента вы используете тот пароль который напечатали в два нижних поля вариант 3 если я пропустил это уведомление мимо ушей или мимо глаз и не сменил пароль в тот день который указан в уведомлении произойдет следующее при входе windows появится вот такое сообщение пароль пользователя необходимо изменить перед входом в систему а что будет если нажать не окей а отмена как видите будет то же самое windows меня не пускает нажимаю ok появляется форма в которой первое поле уже заполнено это тот самый пароль которым я пользовался до сих пор и который только что ввел теперь это уже старый пароль оставляем это поле в покое придумываем новый пароль и вводим его два раза во второе и третье поля нажимаю на стрелку готово пароль изменен теперь я должен использовать тот пароль который ввел во второе и третье поля обращаю ваше внимание что если вы хотите вы снова можете ввести в эти поля свой старый пароль и продолжать использовать его ошибки не будет четвертый вариант вы входите в windows с паролем вы не сменили вовремя пароль и в день x при входе вам предлагают изменить пароль первое поле опять заполнено вашим паролем который вы только что ввели если вы хотите отказаться от использования пароля то можете не вводить ничего во второе и третье поля просто нажать на стрелку при этом windows пишет что все окей пароль изменен и впускает в учетную запись с этого дня вы входите в компьютер без пароля но в любой момент вы можете его добавить и пятый вариант я входил в windows без пароля не сменил пароль вовремя и в один прекрасный день у меня появилось вот такое окно что делать в этой ситуации нажимаю окей если я не хочу пароль то оставляю все поля пустыми и нажимаю на стрелку готово я в учетной записи и дальше буду продолжать использовать ее без пароля на мой взгляд смена пароля это полезное действие если делать его регулярно то повышается безопасность ваших данных но каждый использует компьютер по-разному часто у пользователя нет никаких конфиденциальных данных на компе и ему намного удобнее вход без пароля по умолчанию windows заставляет нас менять пароль каждые 42 дня можно отключить эту настройку и тогда пароль будет работать бессрочно пока пользователь сам не поменяет его чтобы отключить настройку открываем диалог выполнить для этого нажимаю windows плюс r строку ввожу вот такую команду lusrmgr.msc нажимаю Enter открылось окно управления локальными пользователями и группами здесь выделяю папку пользователи в правой части окна отобразилась ее содержимое здесь нахожу имя своего пользователя и делаю двойной клик по нему в окне свойств пользователя на вкладке общие можно поставить галочку напротив пункта срок действия пароля не ограничен нажимаю применить окей закрываю окно теперь пароль локального пользователя можно не менять в домашних версиях windows сделать бессрочный пароль этой команды не получится но можно сделать это через командную строку для этого нажимаю пуск ввожу cmd на командной строке делаю правый клик и запускают имени администратора здесь нажимаю да в командной строке ввожу вот такую команду я ввел команду вот здесь после name равно вводится имя пользователя которое вы быстро можете посмотреть вот здесь имя пользователя нужно заключить в кавычки нажимаю на enter после такого сообщения свойства успешно обновлены windows больше не будет просить изменить пароль если вы захотите снова включить срок действия пароля то сделайте то же самое но в конце команды должно быть true вместо false обе команды я добавил в описании этого видео Windows 7 и 8 все работает аналогично покажу на одном из вариантов Windows 7 срок действия пароля истёк и я вхожу со своим паролем Windows пишет что нужно сменить пароль нажимаю окей в первом поле подставился мой пароль который я сейчас ввёл я откажусь от пароля оставлю эти поля пустыми и просто нажму на стрелку и пароль был изменён нажимаю окей теперь я могу входить без использования пароля у меня есть несколько видео по восстановлению забытого пароля сбросу и другими действиями связанными с паролем от Windows все эти видео я объединил в плейлист и добавил к нему сегодняшние плейлист вы найдёте в описании этого видео под номером 3 чтобы не пропустить новые видео не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик если это видео было вам полезно ставьте лайки делитесь видео с друзьями спасибо и я благодарю вас за просмотры лайки и комментарии отдельная благодарность тем кто поддерживает мой канал и подписывается на дополнительный канал спасибо всем зрителям желаю здоровья меня зовут Евгений Юртаев до встречи